Коллеги, добрый день. Меня зовут Кошелева Оксана, я являюсь руководителем отдела продаж в компании Аксилот. И сегодня со мной рядом Сергей Чернышев, он является консультантом по направлению транспортной логистики в нашей компании. Добрый день, коллеги. Сегодня мы вам расскажем о практическом подходе к решению задачи транспортной логистики на промышленных площадках. Давай начнем. Тайминг нашего сегодняшнего вебинара следующий. И 5 минут вводная часть, которую я расскажу. Оставшееся время 30 минут будет посвящено нашей теме. И 10 минут мы оставим на ответы на ваши вопросы. Итак, давайте начнем сегодняшнее мероприятие. Как мы все с вами знаем, что система класса ТМС чаще всего интересует компаний, которые занимаются доставкой последней мили. Но, собственно, это и неудивительно. Почему? Потому что такие факторы, как, например, недопоставка, либо же ошибки в доставке товара, либо же повреждения и прочие неприятности могут повлиять на лояльность наших с вами заказчиков. Но в то же время хочется отметить, что система ТМС еще выполняет и задачи по автоматизации внутрозаводской логистики, которые интересны промышленным предприятиям. Продолжение следует... Хочется отметить, что благодаря использованию нашей системы на производственных площадках вы можете обеспечить прозрачный учет как в плане своего собственного парка, так и в плане привлеченного собственного парка тоже. Также хочется отметить, что немаловажную роль играет и бюджетирование, как календарное, так и годовое, либо же ежемесячное, в плане учета расходов на привлеченный парк, либо на собственный. Что касается особенностей непосредственно системы ТМС на производственных площадках, хочется отметить, что не так быстро можно найти специализированные транспортные средства в случае необходимости поломки, либо же, например, нехватки. Поэтому система ТМС позволяет сделать прозрачную картину о необходимости того или иного транспортного средства. Буквально недавно мы завершили один из наших проектов по автоматизации такой площадки. Наш опыт и наша компетенция, наша проектная команда обладают всеми необходимыми знаниями для того, чтобы выполнить проект успешно. Мы знаем методологию, знаем требования наших заказчиков документации к таким проектам, поэтому готовы предложить свою экспертизу вам тоже. Ну а сейчас я передаю слово Сергею, он непосредственно вам расскажет про основную тему нашего вебинара. Спасибо, Оксана, за вступительное слово. Коллеги, добрый день. Давайте представлюсь. Меня зовут Сергей Ченышов, я ведущим бизнес-аналитиком отдела транспортной логистики. Сегодня мы с вами погрузимся в более детальный процесс автоматизации производственных площадок. Хотелось бы начать с того, что рассказать, какие основные логистические и транспортные процессы были автоматизированы с помощью нашей системы СВОТ-МС. Во-первых, безусловно, это автоматизация формирования потребностей в тех или иных перевозках. Заявители подавали заявки на перевозки грузов, давали заявки на спецтехнику, на пассажирские перевозки. Дальше эти заявки разделялись на несколько разделов. Первое направление уходило в, скажем так, в диспетчерскую службу собственного парка. Да, мы видим это, собственно говоря, на процессной составляющей. Часть из этих заявок в автоматическом режиме уходили на наемные транспортные компании, которые также оказывали услуги по перевозкам. После получения заявок, заявки обрабатывались диспетчерской службой, аккумулировались, планировались, формировались маршруты, рейсы. И уходила, соответственно, определенная разнарядка уже непосредственно гаражей. Дальше происходила работа непосредственно водителей, то есть сам процесс исполнения рейсов по уже заранее спланированным маршрутам. Да, когда, собственно говоря, транспортные средства подавались под цеха, выполняли там работу, осуществляли как внутрилогистические на площадке процессы по перевозке грузов, так и вывоза за пределы площадки. Аналогичная история, можно сказать, была и с наемными транспортными компаниями. Да, это, собственно, игра вывозка, какие-то шлаковые отходовые продукции, непосредственно полигоны. Безусловно, еще одним важным фактором в этих бизнес-процессах по автоматизации был учет по контролю и исполнению рейсов, прежде всего по выполнению рейсов наемными транспортными компаниями. За это у нас отвечала внутренняя служба безопасности непосредственно в своих определенных рабочих местах. Теперь несколько слов про масштабы тех проектов, которые мы автоматизируем, в том числе по большим площадкам производственным. Цели, как правило, которые коллеги перед нами ставят, это автоматизация под подачу процесса заявок, чуть-чуть далее подробно об этом расскажем. Повышение эффективности работы собственного парка, да, понятно, это максимальная загрузка транспортных единиц, это учет затрат на горжище-смазочные материалы и полное обслуживание транспортных средств. Сокращение затрат на работу с наемным парком, да, соответственно, оптимизация и объезд по маршруту по рейсам сторонних транспортных компаний и, конечно же, как я уже ранее сказал, контроль над исполнением службы безопасности, потому что, как правило, на больших площадках, на больших предприятиях действует режим КПП по въезду-выезду, по передвижению по маршруту по территории предприятий, поэтому это все в режиме онлайн, естественно, собиралось, аккумулировалось в рамках нашей системы и было на контроле услуги безопасности. Теперь объемы, да, с которыми мы в рамках тех или иных проектов сталкиваемся по автоматизации больших предприятий. Ну, это порядка 500 единиц подвижного состава. Умеем работать с полутора тысячами и более заявок ежедневно подающимися, которые аккумулируют, в свою очередь, маршруты в рейсы, да, их около там 700-800 штук. Автоматизация логистических площадок занимает порядка 30 километров и задействованы вот в этих логистических процессах до 120 цехов и подразделений. Теперь хотелось бы рассказать более предметно про грузовые перевозки, в частности, про грузовой транспорт и спецтранспорт, да, соответственно, система, которую мы внедрили, да, позволяла, во-первых, подавать потребности, и подавать заявки на любой срок. Это могли быть заявки на следующий день или на какой-то период, например, на месяц. Дальше уже по тому или иному алгоритму происходило их выполнение. Безусловно, в заявках это возможности ограничения на объем продукции, закрепления определенных типов по тот или иной вид продукции или за определенным цехом. Помимо основных грузоперевозов, да, естественно, подключался и спецтранспорт. Это возможности заказа спецтранспорта и, что самое главное, взаимосвязь между грузовым транспортом и спецтранспортом. Давайте на этом этапе перейдем непосредственно к практической истории по системе и рассмотрим, как это у нас было реализовано. Собственно говоря, было разработано большое рабочее место заявителя. Здесь мы видим, соответственно, пул заявок, которые подаются непосредственно в цехах с заявителями, да, формируются в системе. То есть каждый цеховик, у которого есть определенные права, мог зафиксировать потребность в виде формирования заявки. В верхней части экрана в данном рабочем месте здесь реализованный список заявок, которые четко настраиваются правами на уровне тех или иных подразделений. В нижней части дополнительная информация по рейсам, по назначенным транспортным средствам, ну и, собственно говоря, по самой продукции, которая подлежала к перевозке. Если мы более подробно перейдем уже на форму заявки, в верхней части мы с вами увидим основные такие параметры, как дата, номер создания заявки, статусность этой заявки и общие моменты с подразделением, с партизацией и так далее. Помимо этого есть несколько блоков. Блок отправления по заявке. Здесь указываются непосредственно пункты подачи, где необходимо осуществить погрузку ввозимой продукции, контактные лица для связи и временные ограничения, когда транспортное средство может прибыть к тому или иному цеху на погрузку. Помимо этого система позволяет указывать промежуточные пункты, там до загрузок, до выполнения каких-то дополнительных работ и так далее. Также это предусмотрено функционалом системы. В справой части документа, да, мы с вами видим блок уже получения. Здесь непосредственно информация уже идет по контактным лицам, которые готовы принять на разгрузке данный товар. Естественно, пункт информации по участку, да, и опять же график работы, либо временной период. Помимо этого есть дополнительный функционал, который как раз позволяет нам связать, собственно говоря, основную заявку с какими-то другими заявками, например, по спецтранспорту. Например, в данном случае при выполнении этой заявки мы видим, что необходим отдельный погрузчик, то есть отдельное транспортное средство, которое будет выполнять работу. В заявке мы видим, идет аккумулирование типа транспортного средства, категория транспортного средства, да, то есть сам заявитель, если мы даем ему такую возможность, может заявить с каким видом, какой вид техник ему необходим. Далее идет информация о грузе, весогабаритные характеристики, тип груза и так далее. Помимо этого система в автоматическом режиме подсвечивает, а какой тип транспортных средств работает, да, с этим направлением, с этим видом продукции, какой, собственно говоря, транспорт может быть предоставлен. И, как я уже говорил, помимо прямой заявки на автоуслуги, есть так называемые связанные заявки. Давайте мы откроем. Значит, заявка, которая была параллельно сформирована именно на спецтранспорт, да, здесь спецтехника мы видим обозначена. Здесь форма немножечко меняется. Здесь уже в рамках спецтехники определяется только место выполнения работ, то есть, по сути, там, куда должна быть подана то или иное транспортное средство по спецтехнике. То есть, условно, либо цех, либо участок погрузки, либо разгрузки, да, в данном случае мы видим, указывается вид работы, это разгрузка, указывается, собственно говоря, категория ТС, тип ТС, то есть здесь вот аналогичные ситуации происходят. Плюс, естественно, в каждой заявке есть ответственное лицо, это заявитель, и ответственный за выполнение данной конкретной заявки, здесь это также подсвечивается. Соответственно, аналогичная ситуация с доступным транспортом, который на предприятии существует, да, здесь мы прежде всего рассматриваем собственный парк. Ну, это, в принципе, может быть и логично и для стороннего парка, да, если они нам оказывают услуги, например, по спецтранспорту или по спецтехнике. Ну, и, соответственно, рейсы, в рамках которых эта заявка будет выполнена. То есть здесь мы с вами посмотрели такой практический пример, который, собственно говоря, реализован был в рамках автоматизации грузового транспорта и спецтранспорта на предприятии. Следующий момент, о котором хотелось бы рассказать, это пассажирские перевозки. Безусловно, в каких-то небольших компаниях автоматизация пассажирских перевозок, она неинтересна, но мы все понимаем, что в рамках больших площадок, больших предприятий и организаций существует потребность перевозки пассажиров как на территории самого предприятия, так и, собственно говоря, за его пределами. Да, для этого у нас произошла автоматизация двух направлений. Это автобусный парк и служба такси. Здесь давайте тоже перейдем к практическим примерам, посмотрим, как оформлено это в рамках нашей системы. Соответственно, возвращаемся к нашему рабочему месту. В рамках нашего рабочего места мы видим, что как раз все заявки имеют определенный вид, в том числе и представлены заявки по пассажирской доставке пассажиров в данном случае и по службе такси. Давайте на этом примере посмотрим, что из себя представляет данный функционал. Как мы видим, аналогичная история по шапке документа. Это основная, безусловно, информация по тому, кто подал, когда подал, в каком статусе заявка находится. Но здесь уже есть свои нюансы, в отличие от основных перевозок, грузоперевозок. Здесь, безусловно, идет контактное лицо, ответственное за эту заявку. Дальше выбирается время и дата подачи, когда, собственно говоря, стартует наша пассажирская перевозка. Количество пассажиров указывается, да, категория и типы транспортных средств, которые необходимы. И мы можем в том числе подать заявку по уже спланированному, заранее заведенному системе маршрут, как в данном случае. Мы видим, что происходит перемещение, развоз, собственно говоря, персонала по цехам, так как предприятие большое и перемещение между цехами, оно может быть, во-первых, долгим, во-вторых, небезопасным. Поэтому осуществляются вот эти вот перевозки персонала между цехами, например, в начале смены работы сотрудников и в конце. Соответственно, под эту потребность, да, перевозок и учет транспорта по перевозкам пассажиров, как раз эта заявка была и разработана. Если мы посмотрим про службу такси, небольшие изменения в этом присутствуют. Да, здесь, соответственно, происходит информация по пункту посадки, по контактам лица, которые будут осуществляться перемещения, ну и, соответственно, количество пассажиров, под которые заказывалась потребность перевозки такси. Здесь далее в рамках этого примера сразу хочу сказать, что услуги такси предоставляли именно сторонние перевозчики, да, поэтому, когда перейдем к порталу стороннего перевозчика и функциональности данного раздела, более подробно заострим на этом время. Далее хотелось бы, соответственно, сказать несколько слов про правила подбора транспорта. Как мы с вами и посмотрели уже непосредственно в заявках, да, в рамках параметрических настроек системы можно задавать различные вариации. Например, закрепление транспорта как за цехом, за подразделением, за определенным видом работы, по типу груза мы можем рассмотреть и так далее, и тому подобное. То есть система в определенных моментах уже при подаче заявки подсказывает, какой тип транспорта может использоваться. И эта история в дальнейшем может быть использована в том числе и при планировании, для маршрутизации и формировании рейсов. Теперь следующее хотелось бы сказать про возможности учета водителей собственного парка. Понятно, что на большом предприятии логистический этап – это неотъемлемое звено в общей цепочке всех процессов, которые происходят на предприятии. Поэтому, безусловно, мы здесь в рамках работы с собственным парком и учетом водителей должны ориентироваться на их графики работы, должны ориентироваться на актуальные даты по учету затрат водителей и на основании этих данных формировать ежедневное планирование транспорта. Давайте теперь опять же обратимся к системе и посмотрим, как это реализовано было с точки зрения нашей системы. Сейчас на экране представлено рабочее место по планированию графиков работы. Здесь мы видим, что в разрезе каждого сотрудника по той или иной автоколонне задается, естественно, его табель. Табель его работы учитывается и графики отпусков, и выходных, и количество смен. Здесь все это представлено. Даже при наведении на тот или иной день, на то или иное значение, система нам подсвечивает, когда, собственно говоря, сотрудник может и должен выполнять работу, да, и какие временные отрезки на это придаст. Соответственно, откуда у нас рождается это планирование график? Ну, тут может быть несколько случаев. Графики могут заводиться как непосредственно в самой системе по учету работы сотрудников, так и интегрироваться из каких-то корпоративных больших систем, да, из зарплатных систем, где эта информация уже присутствует. В данных кейсах, да, как правило, используется именно интеграционная составляющая. Что еще можно выделить? На основании графиков, которые представлены, формируются руководителями автоколонн, можно сказать, на ежедневной основе, да, оперативной сводки по водителям и транспортным средствам. Здесь мы видим, соответственно, в верхней части экрана информацию, опять же, по автоколоннам, по предварительным и заключительным работам в рамках смены, статус смены и ниже, как раз, закрепление с определенными транспортными средствами, которые, да, будут готовы выйти на линию, и теми водителями, которые будут, собственно говоря, этот рейс исполнять. Причем здесь четко видно и время работы, собственно говоря, и время работы индивидуально каждого сотрудника, исходя из той или иной смены. Собственно говоря, данные вот этой сводки, закрепление, помогает в дальнейшем системе распределять поданные заявки из цехов на тот собственный парк водителей, который присутствует, да, ориентируясь уже из потребностей во временных окнах самих заявителей и графиков работы водителей, корректно распределять загрузку на транспортные средства. Далее, соответственно, по возможностям планирования, да, хотелось бы сказать, понятно, что одной из основной функций является именно маршрутизация, то есть правильная компоновка заявок. Это может быть как и соединение нескольких заявок в рамках одного рейса, так и наоборот. Если подается заявка на большое количество, например, перевозимого груза, заявка пропорционально каким-то параметрам у нас разбивается и участвует уже в рейсе. А дальше уже в рамках маршрута задача системы была правильно скомпоновать точки, да, учесть большое количество параметров, например, такие, как совместимость грузов, совместимость работы тех или иных цехов в рамках маршрута и так далее и тому подобное, для того, чтобы сформировать корректные маршруты, по сути, с наименьшим пробегом транспортного средства на площадке и наименьшим временем на выполнение всех поставленных задач. Балансировка привлечения собственного и наемного парка. Как я ранее уже сказал в начале презентации, в рамках формирования потребностей система уже в автоматическом режиме понимала по тем или иным параметрам, собственно говоря, по какому направлению кто будет вообще заниматься выполнением данной заявки. То есть заявка в автоматическом режиме могла либо пасть в отдел собственного парка, либо передаться отделу по работе с наемными транспортными компаниями, которые этот пол перед собой закрывали. Если мы говорим про работу с наемными транспортными компаниями, то здесь имеет место и проведение таких моментов, как проведение тендера, это выборка определенных транспортных компаний и учет, собственно говоря, затрат по услугам, предоставление данных услуг, предоставление от этих транспортных компаний. Несколько слов хотелось бы сказать по управлению очередями. В рамках одного из проектов мы реализовали возможность так называемого тайм-слотирования, когда у нас учитывались определенные слоты под подачу, во-первых, транспортных средств под погрузку, чтобы не было скопление транспортных средств на погрузку, чтобы не создавались очереди. Все это делалось централизованно, то есть при въезде на территорию предприятия в системе автоматически по данному рейсу присваивался определенный номер по порядку погрузки. И дальше, соответственно, уже, например, кран или погружатель, который участвовал в момент погрузки и загрузки транспортных средств, он понимал, какую машину грузить в первую очередь, какую во вторую. Соответственно, эта информация транслировалась на ПО водителя, который сидел непосредственно в погрузчике, и, исходя из полученной вот этой информации, приоритетности и порядка, происходила четкая и полномерная загрузка транспортных средств. То есть, тем самым, на самом деле, был решен большой вопрос по времени работ на точке, в частности, на погрузке. Плюс это нам помогало отслеживать загрузку КПП, что, в свою очередь, позволяло распределять потоки транспортных средств, опираясь на аналитику, которую мы получали в рамках исполнения рейсов между несколькими КПП-въезда, что тоже также немаловажно при распределении потоков транспортных средств, которые въезжают либо въезжают на территорию предприятия. Теперь проговорили про собственный парк, про потоки, теперь несколько слов про перевозки сторонними перевозчиками. Междуусловно, в рамках внедрения системы большой кейс по автоматизации работы сторонними перевозчиками. Да, это и личный кабинет перевозчика, это интеграция со сторонними системами, например, с такими как Logist Pro, это и возможность, собственно говоря, передавать уже спланированные в системе рейсы в их личные кабинеты, либо вплоть до работы диспетчеров на личном кабинете перевозчикам, на примере, например, перевозок по такси. И давайте здесь более подробно посмотрим про функционалы непосредственно работы перевозчиков. Сейчас представлен он на экране. Соответственно, в момент возникновения потребностей перевозки система в автоматическом режиме на портал перевозчика отправляет заявки на транспорт. Соответственно, заявки на транспорт выглядят таким следующим образом, то есть, опять же, основные истории со статусом заявки, участвует это в тендере или не участвует, и основная информация, по которой уже перевозчик в своем личном кабинете может уже, оперируя, назначать тот или иной транспорт. Вот на примере заявки на такси мы здесь видим, что представлена была перевозчиком такая заявка. Уже в рамках этой заявки перевозчик указывает, какое конкретное транспортное средство будет участвовать, марку автомобиля, номер автомобиля и водителя. Помимо этого, он может ознакомиться с основными характеристиками, да, по данному рейсу, то есть, например, количество пассажиров, которое будет участвовать в перевозке, контактное лицо заявителя и, собственно говоря, контактное лицо пассажира, да, для связи. Эта информация, собственно говоря, передается водителю. Ну и представление маршрута, то есть, где происходит погрузка, какой маршрут, собственно говоря, перемещение и так далее. То есть, опираясь на эти данные уже непосредственно диспетчер транспортной компании, да, предоставляет информацию о каком времени, какой водитель и на каком транспортном средстве приходит. Эта информация, естественно, сразу же аккумулируется на системе и в том числе эти данные могут быть использованы, например, при интеграции с системой СКУД для того, чтобы данного водителя пропустили на территорию предприятия, да, по заранее сформированному пропуску. Соответственно, результатом, да, там, подачи этих заявок будет уже выбранный водитель, да, и непосредственно исполнитель данного маршрута. Теперь, коллеги, несколько слов по контролю движения транспорта и, собственно говоря, работе водителей. Здесь, на самом деле, большая работа была проделана. Это, во-первых, контроль въезда и выезда на территорию, то, о чем я говорил. Это и контроль движения непосредственно на территории предприятия. То есть возможность отслеживания, где транспортное средство находится, по какому маршруту оно двигается, есть ли отклонение от этого маршрута, есть ли есть заезд в какие-то критические зоны, да, в которые транспортное средство ни в коем случае не должно заезжать, либо, возможно, какое-то превышение скорости на территории предприятия или, наоборот, какое-то тихое движение. Все это в рамках нашей системы аккумулируется, во-первых, в необходимых регистрах, на основании которых, на основании информации, по которым, да, мы уже формируем определенные события и доводим их до тех или иных диспетчеров. То есть это, во-первых, диспетчера, которые работают непосредственно со сторонним парком водителей. Во-вторых, это отдел безопасности, который отслеживает перемещение по территории предприятий и обращает на те или иные события, которые генерируются в автоматическом режиме, по сути, в режиме онлайн. По мере того, как данные с трекеров и датчиков поступают к нам в систему, формируются события, диспетчера это видят и могут предпринимать определенные, да, там, действия по должностным инструкциям вплоть до выезда, да, там, к точке происшествия и предпринятия каких-то определенных мер. Отдельно под вот этот функционал в системе было разработано рабочее место. Давайте опять же перейдем к системе и посмотрим, собственно говоря, для рабочего места спутникового минуты транспорта. Здесь как раз фиксируются те события для обработки диспетчера, да, которые формируются в автоматическом режиме. Внизу информация по транспортному средству, по пунктам, которые он прошел в рамках маршрута, да, и так далее и тому подобное. Ну, например, да, там понятно, что все пункты должны учитываться в рамках нашего рейса, пункты прохождения КПП, и погрузки, разгрузки, в том числе и разгрузки из-за территории комбината. Плюс то, что я рассказывал, это формирование алертов, то есть событий по каким-то отклонениям от планового перемещения. То есть это интенсивное ускорение, торможение, да, пристегнутый ремень, движение с перегрузом, например, отклонение от планового маршрута, более чем, да, на какие-то константы. Все это формируется в рамках событий, диспетчер должен все эти события в режиме онлайн обработать, либо указав проблему определенную, да, либо указав некий комментарий по данным событиям. Дальше, исходя из этого, запускается определенный процесс, определенные рассылки и так далее. По итогу у нас данное обращение становится, да, там, в статусе обработанной, с определенным результатом обработки, то есть, например, делан звонок водителю, водитель приинструктирован, либо там произошла поломка транспортного средства, да, из-за которого произошло интенсивное торможение. Ну и, там, например, водитель направлен на разгрузку, если выехал после взвешивания, да, на весах, у него перегруз. То есть благодаря вот этим событиям, да, происходит полный контроль перед движением на площадке предприятия, что, в свою очередь, дает качество, да, качество перемещений влияет в том числе на безопасность передвижения по транспортной площадке. Далее о чем хотелось бы сказать. В рамках больших площадок, как я уже сказал, транспортная логистика, она является недеимой частью большого бизнес-процесса. Да, понятно, что, как правило, мы транспорт под потребность производства, да, из каких-то производственных норм. В любом случае, да, нужно понимать, что транспортная система, она интегрирована, и в частности, в рамках наших внедрений мы учитывали тендерные площадки, как и собственные тендерные площадки, которые мы посмотрели, так и какие-то сторонние сервисы, да, например, сервис Logist Pro – это именно сервис по работе сторонних перевозчиков. Это, безусловно, интеграция с системами класса ERP, например, по тем же загрузкам и нормативно-справочной информации сотрудников, графиков, обмена каких-то данных и так далее. Это возможность интеграции с экологическими порталами, например, да, когда была задача поставлена по контролю вывозимые шлаковые и отходовые продукции, для того, чтобы не нарушались экологические нормы. В системе был разработан функционал по проверке лимита, да, на вывоз продукции. Пункты весового контроля, безусловно, когда мы работаем, да, на больших площадках, происходит взвешивание как порожнего транспортного средства, так и уже груженного после осуществления погрузки, и обратную связь с пунктом весового контроля, естественно, в системе мы получали. Конечно, работа со СКУДом, это и возможность контроля по въезду, выезду, блокировка пропусков, то есть время, которое потратило транспортное средство по работе внутри площадки предприятия. Вся эта информация у нас аккумулируется и доводится до диспетчеров. Далее, соответственно, хотелось бы сказать, что был разработан на интеграции с большим количеством телеметрических сервисов, да, порядка там 15-20 различных сервисов, которые предоставляют данные телеметрии для того, чтобы могли в любой режим времени, в режиме онлайн видеть, где транспортное средство сейчас находится, получать информацию по фактическому маршруту движения на нашей площадке, ну и делать, соответственно, определенные события, как я проговорил ранее, на основании тех данных по перемещению или по данным датчиков, которые мы получаем с телеметрических сервисов. Ну и отдельно стоит проговорить и выделить работу нашего мобильного приложения, мобильного приложения для водителей, которое было внедрено и используется как водителями собственного парка, так и водителями сторонних перевозчиков, да, соответственно, приложение, работающее на андроиде, позволяющее видеть электронный маршрутный лист водителю, авторизируется в этом приложении, видеть последовательность точек по перемещению, выполнять определенные команды, например, по фиксации прибытия в зону, например, погрузки, убытия из этой зоны, возможность сделать фотофиксацию, например, да, там, повреждение груза, либо попадание в ДТП, соответственно, фотографирование каких-то документов. Это и картография в рамках мобильного приложения, которым водитель может воспользоваться. И еще один основной момент, который был в рамках разработанного мобильного клиента, это прямой диалог с диспетчером, то есть ушли от каких-то сторонних сервисов, да, чатов и так далее, было прямое общение в рамках рабочего места диспетчера в системе, где он видел все, что, да, там, все отклики от водителей, и, соответственно, мог также общаться в виде диалога с водителями. Эта информация доходила до устройств, до мобильного клиента, которым пользовался водитель, и шел прямой диалог по тем или иным вопросам. То есть все это было аккумулировано в рамках работы мобильного клиента, ну и, собственно говоря, использовалось в каждодневной работе водителями при исполнении рейсов. Следующий момент, о котором хотелось бы рассказать, что, конечно, мы понимали, да, и понимаем, и имеем некую экспертизу того, что при внедрении логистической системы в рамках больших предприятий мы должны учитывать бюджетирование и планирование затрат на большой срок, в том числе, например, бюджеты на следующий год, да, на какой-то следующий период. Здесь стоит отметить, что на основании той аналитики, которую мы собрали, система позволяла как раз учитывать, да, то количество затрат, которые необходимо, например, подать в рамках бюджетирования логистических процессов на следующий период времени. Бюджеты формировались, как правило, на основании подразделений, либо цехов, и дальше уже из, да, там, собственно говоря, этих бюджетов выделялись затраты как на работу собственного парка, так и на работу наемных транспортных компаний, которые оказывали как раз услуги по перевозке. Соответственно, умение работы с потребностями, да, формирование этих бюджетов планирования транспортных потребностей и проведения тендера на основании среди перевозчиков сторонних, на основании той аналитики, которая в системе есть, это все тоже имеет место быть, да, и реализовано было в рамках тех или иных проектов. Помимо этого, хотелось бы сказать, конечно же, о роли пользователей в системе. Если мы говорим про большие производственные предприятия, здесь нельзя обойтись там несколькими пользователями в системе, да, которые, по сути, занимаются там либо оформлением заявок, да, либо планированием маршрутов. Мы понимали, что в рамках внедрения системы нам необходимо будет разработать большую ролевую модель, да, и в частности это и администраторы системы, те, которые управляют всем функционалом системы и помогают, собственно говоря, пользователям при дальнейшей работе. Отдельные роли для сотрудника цехов – это непосредственно те заявители в цехах, да, которые подают заявку как потребность в перевозке того или иного груза. Это диспетчера, да, как собственного парка, так и привлекаемого парка, которые видят только свой функционал, работают со своим рядом задач, которые только под них, да, приходят. Начальники автоколонн, которые работают с графиками, с оперативной сводкой, контролируют выход водителей на линию и так далее и тому подобное. Ну и, конечно же, внешние пользователи – это те же самые транспортные компании, да, внешние, которые в оперативном режиме, получая, например, рассылки по смс, по почте о том, что к ним приходят новые заявки, они могут работать с нашим порталом, да, и подключаться в систему и выполнять свой кусочек работы, да, в общей этой картине. Поэтому уже можно там уверенно сказать, что в рамках внедрения на таких площадках мы умеем работать в том числе и с большим разношерством количеством бизнес-процессов в рамках логистической цепочки. В конце хотелось бы сказать несколько слов по эффектам от внедрения, да, транспорт МС, тем, которую мы достигли при внедрении системы в рамках производственных площадок. Во-первых, это прозрачность учета работы собственного парка. То есть идет полный учет с точки зрения загрузки транспортного парка, учета затрат на ГСМ, на обслуживание транспортных средств, на ремонты. Это учет трудозатрат водителей, да, то есть учет их графиков работы. Возможность, например, учитывать переработки водителей, если, да, есть соответствующая потребность. Все это вкупе позволяло, позволило, да, наладить, так как, во-первых, корректную загрузку транспортных средств, минимальных пробегей, учет других затрат, про которые сказал, ну, и это непосредственно учет работы водителей, в том числе и учет их заработной платы. Да, опять же, мотивационная составляющая имеет место быть. Второй момент, который хотелось бы заострить внимание, это сокращение трудозатрат сотрудников, да, то есть какие-то операции, которые выполнялись долго и разрозненно, в частности, например, по подаче заявок с цехов, где приходилось собирать по каким-то Excel, почтам, в том числе и даже по письменным каким-то заявкам. Все это было автоматизировано в рамках электронных подач заявок. Дальше, соответственно, хотелось бы сказать о возможности назначения ТС без учета логиста, да, происходили какие-то определенные процессы, процессы, где система, исходя из тех или иных параметров, в автоматическом режиме и назначала транспортные средства и распределяла заявки по маршрутам. Ну, и третий большой блок, который можно выделить, это контроль над перевозчиками, над их исполнением рейсов. Здесь можно сказать контроль собственного парка и контроль сторонних перевозчиков. То есть это перемещение по маршруту, это моменты отклонения от маршрута, это мониторинг на карте текущей обстановки, да, текущего состояния, это контроль учета въездов, выездов на площадку. То есть все, что необходимо в рамках полного контроля над исполнением этого рейса в системе было разработано. Коллеги, на этом основная часть презентации перешла к концу. Хотелось бы перейти к вашим вопросам, с удовольствием на них ответим. Продолжение следует...